Гоночная лихорадка охватила чешский город. Рыцари дня там, отважные участники ралли. За гонщиков болеют все, и стар, и млад. Не осталось в стороне и наш корреспондент Людмила Моисеенко. В марафском городке Злин многие с детства мечтают стать гонщиками. Мальчишки, участников этапных соревнований чемпионата Европы по авторалли, провожают на старт с завистью. Девчонки с восхищением. А те гонщики, они красивые? Да. Красавица-любимец публики, лидер Европейского чемпионата Ян Купецкий не подвел своих болельщиков. На знакомых для него злинских трассах ездил зло и красиво одновременно. Пока для меня все хорошо. Это невероятная атмосфера. Я безумно благодарен зрителям. Публике здесь позволено многое. Даже подглядывать за ремонтом раллийных машин в перерывах между заездами. Гоночный бум распространяется и на все окрестности города. В швейковских деревушках распахнуты окна. Никого здесь не испугаешь рёбом двигателей. Организаторы предупреждают, здесь не место для шуток. Автомобили иногда вылетают с трассы. В прошлом году на баром ралли в Злине произошла трагедия. Под колесами гонщика погиб болельщик. Соревнования были остановлены. Теоретически это всегда может произойти. Скорости огромные. На его месте мог бы быть и я, потому что думал, что там безопасно. Петер Стэмпен не пропустил ни одного ралли. Ездит сюда с 1970 года. Места для зрителей на этих гонках впервые на более чем достаточном расстоянии. Болельщики отнеслись с пониманием. После соревнований некоторые зрители начинают чувствовать себя гонщиками. Количество автоаварий увеличивается. Интерес к ралли, несмотря на печальные события, не падает. Чемпионат Европы для этих мест открывает много возможностей. Три дня, которые стоит ждать целый год. Вот уже больше 40 лет город Злин живет от ралли до ралли. Бешеные скорости для размещения, специальной жизни, как глоток свежего воздуха. Хотя именно в эти дни здесь повсюду чувствуется стойкий запах, сжженые резины. Продавцы чешских колбасок и мороженого могут месяц после ралли не работать. Весь товар уходит за считанные часы. Сейчас церемония закончится и все придут к нам. Эти гонки для нас счастье. Самое лучшее время в году. Победители по традиции поливают друг друга шампанским. Из чемпионских по размерам бутылок долгожданный, но грустный момент для окружающих. Город снова погружается в привычную тишину.